Сегодня Международный день полярного медведя. О том, как в Ленинградском зоопарке поживает дочь Ломоносова и Колымы, белая медведица Харчана, расскажет Айсена Бурнашова. В разных странах мира и регионах России можно встретить белых медведей с петербургскими корнями. Некоторые уезжают из Ленинградского зоопарка навсегда, а некоторые приезжают обратно. Например, как медведица Харчана. Игрушка! Сейчас Харчана значительно выросла. Тогда, в декабре, после переезда из Якутска, ее вес составлял 140 килограмм. Сейчас же медведица больше на 20, а то и на все 30 килограмм. Ребенок растет, ей уже чуть больше, чем год, даже год и три месяца, поэтому это нормально. Тем более в период зимовки они набирают активный вес. К двум годам Харчане увеличат объем питания до 7 килограмм мяса и рыбы в день. Сейчас она ест половину того, что едят взрослые медведи. В утреннем рационе медведицы присутствуют и овощи, и фрукты. Как и прежде, Харчана с удовольствием ест морковку и яблоки. Во второй половине дня мы даем ей мясо или рыбу. Вот сегодня у нас как раз мясной день. Харчана пока обитает в своем прежнем вольере. Переезд в новый дом у медведицы планировался этой весной. Она должна была поселиться по соседству со своей бабушкой Усладой. Но из-за небольших изменений в комплексе «Белые медведи» переезд пришлось перенести. Решили полностью реконструировать. Теперь там еще потребуется и дополнительно по новой его облицовывать, поэтому чуть позже, где-то, ну, наверное, к лету все-таки. Харчана очень шустрая. В ее трехкомнатном домике, помимо спальни и игровой, также расположена комната с бассейном. И если сильные петербургские морозы хорошо сказались на самой медведице, то бассейн просто замерз. Самочувствие у Харчаны прекрасное, она всегда рада посетителям. Отметим, что в Петербурге ее многие называют «снежинкой», и медведица откликается. Но все же имя Харчана, выбранное для нее всей республикой, ближе и дороже всего. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, Санкт-Петербург.